Здравствуйте! Меня зовут Алиса. Возможно, кто-нибудь из вас меня узнает. Из тех, кто смотрит эстонское телевидение. Так получилось, что я стала в 2017 году победителем эстонской битвы экстрасенсов. Поговорим сегодня об интеграции, об изучении государственного языка. Сама я родилась в Эстонии, в Таллине. Человеку, который не учил эстонский язык с детства, который не коренной житель, то есть он столкнулся с эстонским безговорным языком в зрелом возрасте, в подростковом возрасте. Конечно же, у него будет немного больше сложностей в том, чтобы его выучить. В основном мы учимся непосредственно при контакте с носителями родного языка. Я всегда общалась много и по доле службы, то есть у меня было очень много различных, так сказать, профессий. Я работала в разных сферах, особенно в сфере обслуживания. У меня очень большой опыт. И я работала за пределами Эстонии, в Скандинавии и в других европейских странах. И везде я старалась подтягивать свои языки. То есть это английский, английский. И, вы знаете, жиля в Эстонии, я не ограничиваю свой круг общения только теми людьми, у кого родной язык русский, как и у меня. Я не пытаюсь сделать свою жизнь таким образом легче. Ну, то есть как легче? Это на какой-то момент легче. Но в большой перспективе мы понимаем, что мы этим усложняем себе жизнь. То есть мы люди функциональные. И каждый рабочий человек, он, хочешь не хочешь, сталкивается с тем, что нужно уметь изъясняться грамотно на минимум трёх языках, если ты проживаешь в истории. То есть получить высокооплачиваемую или просто стабильную работу, которая приносит тебе какие-то деньги, ты должен знать английский, русский и эстонский. Если мы хотим активно развиваться, чтобы наше государство прогрессировало и мы сами как личность прогрессировали, то есть здесь выбор очевиден. Как можно больше смотри, читай на эстонском, общайся с людьми, не бойся делать ошибки на самом деле. Никого они не смущают, кроме тебя самого. Переступать через вот это вот мнимое эго, да. Стыдно прийти куда-то на работу и не суметь сказать ни бе, ни ме на рабочем месте. И совсем не стыдно спрашивать, исправлять свои ошибки, да, как-то далее развивать эти свои способности. Подайте за каждую возможность, тем более, если есть возможность бесплатно учиться на хоть чему, да, не только языку. Я не вижу ни единой причины, чтобы от этого отказываться. Так что я желаю вам всем удачи, никакого стеснения и здравого смысла. Продолжение следует... ... ...